ну что бобрики как обещала листы или листы вот такая вот книжка честно сказать ну все книжки царда она даже золотым таким к сожалению немножко она маленькая но я не знаю она такая может быть и должна быть вот такой прямо стиль модерн сразу да вообще хочу сказать у меня же много есть книжек сары это уже стал одной из самых любимых я думаю она вообще одна из самых гениальных книжек я очень восторжена вот это вот уже нам лист причин потому что нам чтобы нам прочитать эту книжку да мама лист папа лист и так далее все дети и неожиданное прибытие одного гостя который не был ни в чем списке а вот их списки вот такие вот списки все здесь в общем все что угодно например цвета черного ночной угольный лакрица и так далее да разные враги снупи снова и тото ужасные болезни песни дэвида бои делать что-нибудь прикольное веселое насекомое то есть бесконечные списки вот такая вот чудесненькая книжечка просто шикарно сразу же погружаемся да вот такие листы они все время делали списки и это было самым любимым занятием и списки были самые необычные чего только у них не было в списках да это была мама папа дедушка и вот кот и сестра два мальчика вот ну каждого были свои списки мама любила делать списки разных ужасных болезней и самых лучших футболистов мира знаменитых вот а папа делал списки разных ужасных инструментов и разных насекомых а скрытых 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 вот они все заняты вот такой пассивен они делали списки во все времена года зимой летом осенью так далее весной вот они сделали во все дни кроме воскресенье которые воскресенье у них списков не было видимо без списков воскресенье отдыхают от своих списков вот их списки все лежат вот они наполняли дом ну вот просто шикарнейший разворот шикарнейший натюрморт все здесь как бы по композиции так классно выверено просто глаз наслаждается эти картины абстракции и все вот это завешено списками просто здорово фредрик это самый маленький ребенок любил списки того разных там дел веселых которые бы ему хотелось сделать тут вот идет так что там он любил там наряжаться вокруг вращаются потом чтобы голова закружилась в общем так далее на вот это его сестра она была самой старшей и любила ее вот тоже листы свои свои списки да вот у нее там список сыров любимых мне кажется все суперская сестра блин посмотрите как у нее классная паттерна в воске бутерброд видите с ножом то есть детали конечно просто шикарные шикарнейшие баухаус в общем чего только здесь нету а это был средний сын и он тоже делал списки конечно же они были такие длинные вообще на 31 страницу даже по ночам его ум не мог успокоиться и вот писал эти списки но это дедушка тоже конечно же делал списки вот а самых ужасных врагов и тех кем он восхищался и мне кажется здесь просто супер всех узнать конечно на портретах да сразу все у него даже распутин есть там носим прикольно по моему вот такой дедушка такие вот эти списки просто росли росли и горы хвост и вот пока на пороге дома не появился вот такой вот гость привет сказал он я тут так ты на моем списке нет тепеле нет рональда нет извини сказала мама и и дальше отправилась писать список такая с футбольным свистком привет сказал гость папе я тут папа сказал так ты пришел подстричь наши кусты нет ты пришел починить крышу нет ты в моем списке нет извини тогда мне до тебя нет дела сказал папа дальше в списке насекомых растений я не стою рассматривать эту книжку правда такое наслаждение вот но и также он пошел к дедушке дедушка сказал ты там дракон такой-то темница места поз нет тогда ты сали мэй прекрасный акробат нет ну тогда извини извини ты не в моем списке вот так же он обратился к фредрику сам молодом сам маленькому ты принес мне черный лего скачешь приносишь апокалипсис и так далее нет 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 тогда не стоит меня беспокоить когда он спокойненько пошел и все-таки подстриг все кусты и даже починил крышу вот он сказал коту привет на кот не ответил сказал сестре винфред привет она спросила если он в ее списке по волосам а нет она его спросила не он ли не парикмахер он продолжал вокруг убираться и наводить порядок он даже сам подстригся и поспал вот а потом он заметил эдварда который был средним ребенком семья и он выглядел немного потерянным и у него был целый список вопросов в общем у этого незнакомца этого гостя незнакомого появилось хорошее чувство то есть у эдварда было еще не все потеряно привет привет как ты сюда зашел дверь была открыта я знаю я открыл дверь ты открыл для меня да я думаю что для тебя сначала они немножечко стеснялись друг друга а потом посыпались вопросы у эдварда было очень много вопросов вот такой вот разворот шикарный откуда мы пришли как я знаю что моя жизнь не сон все ли воспринимают цвета одинаково где мои штаны если мои руки были были бы более сильными смог бы я сам себя поднять и так далее куда деваются вещи которых мы забываем где я припарковал свою машину вот это были вопросы гостя вот были вопросы у эдварда тоже кто-нибудь кому-нибудь принадлежит луна и небо и откуда приходят мои мысли и откуда приходят мои что мои плохие сны почему я пишу правой рукой у меня есть ли два глаза если я вижу почему у меня два глаза если только вижу одну вещь кстати интересный вопрос где начинается бесконечности как она кончается вот так вот они рассуждали сидя сидя на крыше дома хоть что-нибудь сделать сказал гость да что что нам сделать не знаю но почему бы нам что-нибудь бы не начать и посмотреть чем это закончится вот настолько все эти формы классно смотрятся и деревья здесь заметил они все вот так подрезаны то есть чтобы это все было одним силуэтом вот такая башенка просто гениально сделано мне кажется что же они сделали посмотреть что-то они начали начали делать и вот во что это превратилось вот это поэтому этот гость остался на ужин и на завтрак и на ланч и на чай и так далее на ужин и на завтрак ну в общем навсегда вот он сын с эдвардом бегает по лестнице такие прикольные штуки всякие такая сестра просто классная вот заканчивается таким же разворотом каким она начинается но листы не изменились они также продолжали делать свои списки самые обычные необычные всякие разные вот заметьте по сравнению 101 страницы что изменилось пролились чернила у деда то есть они-то делали гость тоже как бы то ли они их читают то ли них тоже пишут вот но теперь в их списках они всегда оставляли место внизу на всякий случай сказал эдвард если что-то неожиданное случится с нами понимаете не нужно заполнять эти списки галочками бесконечные надо оставить место надо оставить пространство чтобы в этом пространстве могло что-то неожиданное случится в жизни вот а неожиданность может быть совершенно разные смотрите какая матрешка держит какого-то поросенка вообще в общем-то эти списки у меня олицетворяет то что каждый членов семьи был очень зациклен на самих себе что они перестали замечать что вообще происходит посмотрите как здорово вот они все как сюда классно вписался вот этот вот гость то есть он стал тоже членом семьи неотъемлемым а вот он кот а вот еще один их сын младший по моему чудесно хочу с вами обсудить